Здравствуйте! В эфире новости на телеканале ТДК-42, в студии Айдена Мауленхаза и в начале коротко о главном. В Казахстане могут повысить тариф на платные дороги. Какими будут расценки? КТЖ не банкрот. Такое заявление сделал министр транспорта Харабаев. Каково положение монополиста на самом деле? Антюбинские полицейские бьют тревогу. С начала текущего года в городе произошло свыше 70 аварий с участием водителей скутеров и мопедов. Тариф на платные дороги могут повысить. Об этом на заседании Кабмина сказал министр транспорта Харабаев. По его словам, им нужно собирать ежегодно 80 миллиардов тенге. И пока они собрали только 30. Баужан Шайхмед продолжит тему. Дороги в Казахстане постоянно подвергаются критике. Люди часто жалуются на ужасное состояние дорожного покрытия, на низкое качество ремонта и слабый уровень при строительстве новых трасс. Пример привел пример, когда асфальт буквально крошится. Где акиматы? Почему на постоянной основе не проводится качественный контроль, спросил он. В первую очередь необходимо незамедлительно реагировать на жалобы жителей, заявил Бертенов. Если бы имелись пропускные трубы, то и многие дороги во время паводков удалось бы сохранить, сказал он. По традиции, самые плохие дороги на западе страны. По словам премьера, в ЗКО отмечен самый худший показатель по стране. Доля республиканских автодорог в нормативном состоянии составляет 73%, местного значения и того меньше – 52%. Но почему казахстанские дороги так быстро портятся? Хочу сказать, вот мы в Астане установили 6 камер, на трехосные машины позволяется 25 тонн возить. На данных машинах груз инертный материал возили 108-119 тонн. Это то есть на нашу дорогу, которая построена за счет бюджетных средств, а значит за счет налогоплательщиков, только потому что отдельные участники рынка хотят сверхдоход получать, а не соблюдать требования закона. Оказывается, в 4 раза больше нагрузки, тем самым у нас дороги портятся. Это главное сейчас, за счет чего у нас дороги портятся. Почему в Казахстане плохие дороги? По мнению депутатов, из-за коррупции и монополиста. Депутаты выступали против создания компании «Казавтажо». Однако госорганы не услышали предостережения парламентариев. Как следствие, казахстанские налогоплательщики недовольны качеством дорог, а сама компания нередко всплывает в коррупционных скандалах. При этом тариф на платные дороги могут повысить. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 миллиардов тенге. По словам министра, тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами. Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и другие. В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные авто, проходящие через страну, добавил Харабаев. При этом хочу сказать, что в целом на содержание дорог у нас требуется 80 миллиардов тенге. От платности поступает в год примерно 30 миллиардов тенге, что не покрывает расходы на содержание дорог, не считая уже необходимость проведения среднего либо капитального ремонта. Например, в Китае по опыту США строят долговечные дороги с бетонным покрытием. В Казахстане с 2020 года прекращено строительство бетонных дорог из-за дороговизны портланд-цемента. Но все равно дороги у нас дорогие. Так, средняя стоимость строительства автодороги республиканского значения в 2023 году составляла миллиард тенге для двухполосной дороги. При этом по качеству автодорог Казахстан занимает незавидное 93-е место в рейтинге Всемирного экономического форума. Кения и Танзания выше нас. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. КТЖ не банкрот. Такое заявление сделал министр транспорта Карабаев на брифинге после заседания Кабмина. Ранее аудиторы заявляли, что казахстанцы Мержулы в долгах, как в шелках. Но глава профильного ведомства полагает, что компания вовремя выплачивает долги. Каково на самом деле положение монополиста, расскажут наши столичные корреспонденты. Оказывается, КТЖ в долгах, как в шелках. Более того, они постоянно просят деньги из бюджета. Почему, являясь на магистральных железных дорогах Казахстана абсолютным монополистом, и при этом постоянно повышая тарифы, национальный железнодорожный перевозчик находится в таких огромных долгах. Общий долг КТЖ приближается к 3 триллионам. Но согласно текущим планам Кабмина, продолжится практика субсидирования убыточных грузовых перевозок. Более того, министр транспорта заявил, что КТЖ справляется со своими обязанностями. С 2020 года компания является прибыльной. До этого был убыточный период. 2,9 триллионов долг образовался за счет того, что национальная компания КТЖ государством деньги не выделялись. Все большие проекты, которые сейчас идет строительство, это и Достат Моинта, это обводная Алмата, это и Дарбаза Махтарал. В том числе обновление пассажирского парка и обновление локомотивного парка, они осуществляются за счет собственных средств национальной компании КТЖ. В определенных случаях государство субсидирует часть их затратов. КТЖ критиковали за систематические опоздания поездов и отсутствие должного сервиса и состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки. Ранее Антикор заявлял, что суммы взяток чиновникам КТЖ могут достигать миллиардов тенге в месяц. КТЖ не способна платить долги и находится на грани дефолта. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний, говорили аудиторы. Но министр транспорта полагает, что КТЖ не банкрот и уже приносит прибыль. КТЖ в состоянии выплачивает свои кредитные обязательства. Более того, после выплаты всех кредитных обязательств получил чистый доход 134 миллиарда тенге по итогам прошлого года. Правительством были детально изучены кейсы ряда развитых стран, где железнодорожная сеть работает идеально быстро, качественно и при этом недорого для грузоотправителей именно благодаря конкуренции. А у нас монополист не желает делиться ни с кем. И сами довезти не могут, и другим не дают. Боуржанша Ахмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. В Уральске двое детей выпали из окон многоэтажных домов. Один из них погиб. Оба инцидента произошли в один день. Каково состояние выжившего ребенка? Сколько подобных случаев произошло в этом году, выясняла Аминам Ахсотова. Первый случай произошел 7 июля в 10 вечера. В открытых источниках сообщается, что мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна. Ребенок 2019 года рождения погиб. 7 июля текущего года, примерно в 11 часов вечера, в городе Уральска с окна пятого этажа выпал малолетний ребенок 2019 года рождения, который от полученных травм скончился на месте. Друг направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Идется расследование. Такие случаи, к сожалению, происходят часто. Дети, испытывая любопытство, даже не подозревая об опасности, выглядывают из окон домов. А такая сетка никак не может защитить малышей и не может спасти жизнь вашего ребенка. Зачастую такие случаи выпадения из окон происходят из-за отсутствия защитных устройств, такие как решетки или блокираторы, либо от неосторожности родителей. В этот же день, около часа дня, на станцию скорой помощи поступило сообщение о падении ребенка из окна третьего этажа жилого дома. Медики доставили ребенка в областную многопрофильную детскую больницу. По словам управления здравоохранения, пациент 2019 года рождения госпитализирован в отделении травматологии. В данный момент его состояние средней степени тяжести. Сейчас мальчик получает необходимое лечение. Отметим, с начала года зарегистрировано 7 случаев выпадения детей из окон. Амина Махсотова, Марлинис Калиев, Аймура Джагапар, телеканал ТДК-42. В Ахсайе обнаружен труп 22-летнего мужчины. По данным пресс-службы департамента полиции Западной Казахстанской области, преступление произошло 3 июля в час ночи. Был найден труп 22-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции Бурлинского района оперативно задержали 27-летнего жителя Ахсая. По предварительным данным следствия, инцидент произошел в результате спора между родственниками. Подозреваемый дал признательные показания и был помещен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурлинского района. Ведется следствие. Принятыми мерами сотрудниками отдела полиции Бурлинского района по горячим следам был установлен и задержан 27-летний житель города Ахсай. По предварительным данным следствия стало известно, что инцидент произошел в результате спора между родственниками. Подозреваемый в совершении данного преступления дал признательные показания. Он воодворен в изолятор временного содержания отдела полиции Бурлинского района. По факту убийства ведется расследование. Иная информация согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Астан разглашение не подлежит. Ряд нарушений выявила полиция и прокуратура Западоказахстанской области в ходе проверки увеселительных заведений. Проверкой были охвачены 11 ночных клубов и баров. В одном из них служебная собака обнаружила зип-пакет с желтым порошкообразным веществом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с наркотическими средствами». Кроме того, были составлены 14 административных протоколов за использование и предоставление кальяна. В клубах обнаружены 9 подростков, двое из которых работали официантами и барменами. В отношении родителей и администраторов заведений составлены 10 административных протоколов. По данному факту началось судебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Составлено 14 административных протоколов в отношении посетителей и администраторов заведений за употребление и оказание услуг кальяна в общественном месте. Были выявлены 9 несовершеннолетних, которые находились в увеселительных заведениях. Также двое из них работали там в качестве официантов и барменов. В отношении родителей и администраторов заведений было составлено 10 административных протоколов. В Ахтубе полицейские взывают к совести родителей юных мопедистов. С начала года из-за них в городе произошло уже 73 аварии. Погиб один человек. В полиции проводят рейды из-за участившихся аварий с этим видом транспорта. Считают одной из причин то, что на скутерах можно ездить без водительских прав. Молодые люди, не имея никакого опыта вождения, не соблюдают правила и нарушают скоростной режим. Лейла Осипа продолжит тему. Сразу два ДТП с участием скутеров произошли в Ахтубе. Первая авария случилась в центре города. По данным полиции, 18-летний парень сначала въехал в стоящий впереди внедорожник. От удара его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся уже с другим автомобилем. В тяжелом состоянии пострадавший поступил в больницу. Спустя несколько часов к медикам доставили другого юношу. Он тоже совершил ДТП на этом виде транспорта. С начала года в Ахтубинской области с участием скутера произошло 9 дорожных транспортных происшествий, где один водитель скутера погиб и 9 получили различные телесные повреждения. Ахтубинская полиция отправилась проверять и водителей мопедов. С начала года на дорогах с их участием произошло больше 70 аварий. Погиб один человек, правда, пока малолетним нарушителям наказание не грозит. Поправки и ужесточающие требования еще не приняли. Это каким-то образом надо будет остановить. В первую очередь надо начать с родителей, то есть с родителей подростков, чтобы они, во-первых, не покупали данные транспортные средства. Во-вторых, нужно в законном порядке зарегистрировать. То есть это сейчас у нас законодательство не обеспечено. Но в последующем это законопроект уже вступит в силу, я надеюсь. В МВД уже разработали новые требования для владельцев мопедов и скутеров. Их обяжут регистрировать транспорт и получить водительские права. Но пока правила не вступили в силу, чем малолетние любители мототехники и пользуются. Именно подростки, по словам полицейских, сейчас передвигаются на мопедах и скутерах. Они часто нарушают скоростной режим, ездят без шлемов и двигаются по всем полосам. Они по крайней правы, как им разрешено. Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила. Однако профилактические рейды и беседы результатов пока не дают. Это подтверждают и медики. С 1 мая по 16 июня, получается, обратилось 35 человек с различными видами травм. В основном это травмы нижних конечностей, ушибы, переломы. В неделю обязательно 3-4 обращения. Водить мопед или скутер можно с 16 лет. Для этого права не нужны, говорят в полиции. Для электросамоката необходима любая водительская категория, если он выезжает на проезжую часть. По тротуару можно ездить без прав, но со скоростью не более 6 км в час. В этом году за несоблюдение правил дорожного движения составлено около 500 административных протоколов на водителей скутеров и мопедов. Если нарушитель несовершеннолетний, то к ответственности привлекают его родители. Встречаются за рулем мопедов и совсем юные водители от 12 лет, но в основном по дорогам колесят подростки от 15 лет и старше. В Западной Казахстанской области с начала текущего года бесплатной правовой помощью охвачено около 5000 граждан. Из них порядка 2300 человек получили правовую консультацию, включая около 2000 по уголовным делам, около 200 по административным, 35 по гражданским делам. Насколько доступны юридические услуги для населения, обсудили на коллегии адвокатов. В Западной Казахстанской областной коллегии адвокатов числится более 200 адвокатов, а в Палате юридических консультантов 252 юриста. Специалисты отмечают, что регион обеспечен необходимым количеством юристов. Около 110 юристов оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам определенных категорий. Немного остановлюсь на правом консультировании бесплатном. Ему подлежат все физические лица по возысканию алиментов, назначению пенсии, пособий, реабилитации, получению статуса беженца либо кандаса, а также несовершеннолетним лицам. Также на правое бесплатное консультирование имеют право жертвенно-сексуального насилия, торговли людьми, акты терроризма, физические лица по возмещению вреда, причиненному смертью кормильца. Специалисты отметили, что за последние шесть лет государством предприняты меры по снижению долговой нагрузки населения, включая погашение беззалоговых кредитов, исписание пеней и штрафов, а также рефинансирование в банках. Несмотря на принимаемые меры, уровень закредитованности населения по-прежнему является высоким. Только с 2018 года объемы кредита выросли почти в три раза. Львиная доля составляет беззалоговые потребительские займы. Нередко граждане при получении кредитов переоценивают свои финансовые возможности, и поэтому впоследствии и возникают такие обстоятельства, как вынесение исполнительной надписи и нахождение их в реестре должников. С декабря 2023 года запущен проект «Цифровой нотариат» для перевода нотариальных услуг в онлайн-формат. В связи с их востребованностью внедрен сервис онлайн-консультации, позволяющий получать с консультацией нотариуса через видеозвонок в мобильном приложении «Егоф Мобайл». В Западно-Казахстанской области произошло пять случаев возгорания сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям. Возгорания возникали с 3 по 9 июля в Бурлинском и Чингерлаусском районах. Все их удалось ликвидировать. Специалисты предупреждают о высокой пожарной опасности и необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. В период с 3 по 9 июля в Бурлинском и Чингерлаусском районах Западно-Казахстанской области были зарегистрированы пять случаев горения сухой травы на открытии территории. Все возгорания сухой травы были ликвидированы в полном объеме на площади 72 гектара в Бурлинском и 29 гектар в Чингерлаусском районе. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, Негасстарственная противопожарная служба и местных исполнительных органов. Пожар произошел на одной из торговых площадок Уральска. На рынке Мирей горели два бутика и кровля шиномотажной мастерской. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, предварительной причиной возгорания стал поджог. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники и 21 человек личного состава департамента. Пожар блокализован в 19 часов в 45 минут и ликвидирован в 20 часов в 45 минут. Жертв и пострадавших нет. Уважаемые жители и гости Западно-Казахстанской области, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Собудайте требования при эксплуатации электроприборов и все правила пожарной безопасности. В Уральске состоялась церемония вручения дипломов молодым выпускникам Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Женгирхана. В этом году из университета выпустились порядка 1200 студентов. За 60 лет функционирования Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Женгирхана выпустил ряд специалистов. В очередной раз в стенах университета состоялась долгожданная церемония вручения дипломов, свидетельствующих об окончании вуза. Лица выпускников светились от радости и счастья. Родные и близкие с гордостью поддерживали их в этот значимый день. Выпускники этого вуза сегодня ещё одна категория счастливых людей, потому что они достигли своей цели, получили знания в стенах университета. И поэтому я желаю им доброго пути. В университете сейчас учатся более 4000 студентов, и в этом году около 1200 из них стали дипломированными специалистами. В прошлом году 87% выпускников университета нашли работу в течение года после его окончания. Молодые специалисты нашли своё призвание. Будучи студентами, они участвовали в различных конкурсах и активной жизни университета. Я получил красный диплом сегодня. Очень счастлив. И я благодарен этому университету очень сильно. Благодаря университету я учился по академической мобильности в Польше в Лоззинском технологическом университете и получил оттуда новые знания. Торжественное мероприятие продлится три дня. Дипломы получат выпускники институтов по нескольким направлениям. Индустриально-технологическому, экономика, информационные технологии и профессиональное образование, а также ветеринарная медицина и животноводство. Число людей с онкологическими заболеваниями растёт в Казахстане. В Уральске требуется помощь в лечении 28-летнего Тимирлана Яскалиева. Врачи диагностировали у него злокачественную опухоль брюшной полости. Сейчас заболевание на третьей стадии. Для лечения необходимо 35 миллионов тенге. Помочь в лечении может любая сумма. Несколько лет назад у Тимирлана начались проблемы со здоровьем. Но он не подозревал ничего серьёзного. Первоначальные анализы ничего не показали. Но после прохождения МРТ выяснилось, что у него злокачественная опухоль. Врачи онкологического диспансера говорят, что опухоль слишком большая и операция опасна. Сейчас он вместе с супругой находится в Алматы. Тимирлан работает школьным психологом в посёлке. Когда мы обратились к врачам, они предупредили, что опухоль больших размеров. И возможно только сделать биопсию. На данный момент его состояния крайне тяжёлые. Ему трудно передвигаться. Постоянно тошнит. Сейчас мы ищем пути лечения в различных больницах. Состояние Тимирлана сейчас не очень хорошее. По словам его жены, он не может много двигаться. Всё тело болит. Из-за отсутствия аппетита в последнее время он не ест и сильно похудел. Родные решили связаться с медиками клиники Аполло в Индии. Там предлагают лечение, которое, к сожалению, не смогли предложить на родине. Сейчас необходимо набрать 35 миллионов тенге. Неравнодушные люди, которые хотят помочь Тимирлану, могут перевести любую сумму по реквизитам, указанным на экране. Любой ваш вклад может помочь спасти жизнь человеку. В уральском туристическом лагере Самал прошло мероприятие «Домбра-энэ Олтонг-энэ», посвященное Национальному дню Домбры. В нем приняли участие представители этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области. Цель мероприятия – прославить священный инструмент казахского народа и пробудить у молодежи энтузиазм к игре на домбре. Всем известно, что священный инструмент «Домбра» имеет историю, уходящую в глубину веков. С целью популяризации священного казахского инструмента в Уральске было организовано мероприятие «Домбра-энэ Олтонг-энэ», что в переводе с казахского буквально означает «звучание домбры – мелодия нации». Представители Ассамблеи народа Казахстана, Дома дружбы, приехали в гости к ребятам, к воспитанникам туристического летнего лагеря Самал. Мы знаем, что здесь в лагере смена, где дети из районов нашей области, дети из семьи, которые потерпели во время паводка бедствия, дети, которые хорошо учились в школе. Ну, то есть такая, я думаю, энергичная смена. Вы сами слышите, как они аплодируют, как они реагируют на наше выступление. Молодые таланты области выступили на сцене с яркими и запоминающимися номерами. Зрители насладились выступлениями юных артистов. Мне кажется, что практически каждый человек в нашей стране знает, во-первых, этот инструмент и умеет на нем играть. Вот самые, допустим, наши любимые и знаменитые киши – это Курмангазе, Гарифулла Курмангалиев. Наш Казахстан – это единственная страна, где вообще празднуется такой праздник именно национального инструмента. День Домбры был утвержден 13 июня 2018 года и отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Новый государственный праздник важен для развития искусства и укрепления единства народа Казахстана. Бутики мужской одежды Купер расположены в торгово-развлекательном комплексе «Сити-центр» на третьем этаже и в торгово-развлекательном центре «Азиамол» на первом этаже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok